В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. Две встречи провели сегодня в правительстве Севастополя. Губернатор города Дмитрий Овсянников обсудил перспективы сотрудничества с генеральным директором предприятия «Гранит» концерна «Алмаз-Антей» Николаем Каликом и новым руководителем Генбанка Еленой Блиновой. Подробности у нашего корреспондента Дениса Тишина. Севастополь готов к масштабному сотрудничеству с предприятиями ведущего оборонного концерна страны «Алмаз-Антей». Уже этим летом в нашем городе на базе предприятия «Гранит» откроют инновационный центр по обслуживанию военной техники и подготовке специалистов. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников еще в декабре прошлого года посетил производственно-техническую площадку «Гранита» и включил его в перечень ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Наша задача сейчас – обсудить те новые производственные мощности, которые целесообразно развивать по линии корпорации «Алмаз-Антей». Были два руководителя предприятий «Гранит» и электромеханический завод «Купол», которые производят и гражданскую, и военную продукцию. И сотрудничество с предприятиями, их много, в компании «Алмаз-Антей» является следующим шагом нашего сотрудничества. Два крупнейших предприятия концерна «Алмаз-Антей» «Гранит» и «Купол» производят продукцию военного и гражданского назначения. Еще одна договоренность о сотрудничестве была достигнута в пятницу между правительством Севастополя и новым руководством Генбанка. После периода финансового оздоровления новым собственником стал федеральный Собинбанк из группы «Россия». Генбанк займется полным обслуживанием счетов бюджетных учреждений и предприятий малого и среднего бизнеса, развитием сервиса и предоставлением услуг населению. Мы занимаем разную нишу с Банком России и мы готовы также кредитовать. И мы сейчас продолжаем, рассматриваем. У нас на сегодняшний момент и по Крыму очень много заявок, которые мы рассматриваем. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников остался доволен результатами переговоров с руководителем банка. Разговор с новым руководителем оставил хорошее впечатление. Два процесса там будут происходить. Это санация Генбанка и все обязательства перед физическими лицами, предпринимателями будут выполнены. И второе – дальнейшее развитие банка и наше сотрудничество. Эти направления мы обсудили. Пока есть понимание, что все в этом направлении будет планомерно и без боя. Сотрудничество с крупнейшими федеральными структурами позволит Севастополю ускорить темпы роста и выйти на новый уровень развития региона. Денис Тишин и Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. Концерн «Алмаз Антей» этим летом откроет в Севастополе сервисный центр. А МФЦ уже открыл 11-е отделение на Бориса Михайлова, 6. Обслуживают многофункциональные центры порядка 2000 человек. Новое отделение МФЦ открыл губернатор города Дмитрий Овсянников. Подробнее в следующем сюжете. Теперь в Камышевой бухте работает еще один многофункциональный центр. Всего их в городе 11, а окон 100. Первым услугу в МФЦ на Бориса Михайлова, 6, предоставили губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Он получал информацию о кадастровой стоимости объекта. В планах открыть подобное МФЦ на Корчагино-34 и на улице Рабочий, 6. Это произойдет в начале следующего года. Это Рабочий, 6, в начале года и в течение 19-го Корчагино-34. Все это вместе взятое позволит повысить доступность услуг. Вместе с этим мы работаем и все в реестре, и в ДИЗО над увеличением пропускной способности, чтобы быстрее оказывались услуги. Сегодня в Севастополе в многофункциональных центрах оказывают 124 услуги. В конце июня планируют начать выдавать водительские удостоверения и гражданские паспорта. А в июле в список добавят и загранпаспорта. Для этого установят устройство для фотографирования и внесения в базу отпечатков пальцев и оборудуют комнаты хранения бланков. Проект пилотный. Загранпаспорта пока будет выдавать сотрудник МВД и только по адресу вокзальная 10. Кроме того, с 1 сентября запустят автоматический колл-центр. Сейчас систему тестируют. Звонят в колл-центр МФЦ очень много, вопросов возникает много. А операторов на сегодняшний день пять. Они не могут обработать все звонки роботу, без разницы сколько звонков обрабатывать. Поэтому самые популярные вопросы будут уведены на робота без общения с людьми. А люди будут общаться только в тех вопросах, когда не может ответить робот. Это именно увеличение пропускной способности, причем кратное. В МФЦ наиболее популярными остаются услуги Севреестра и Департамента имущественных и земельных отношений. Порядка 90% обращений. В целом в день обслуживают около 2000 человек. Пропускная способность с появлением еще пяти окон в новом отделении увеличится. Я живу здесь на Маршалово-Крылово-15. Отводил дочку в детский садик и на обратном пути увидел, что в торжественной обстановке открывается МФЦ. Мне как раз нужно было. Получил два талончика и вот сейчас буду сразу после губернатора вторым человеком, который будет воспользоваться этим магазинальным центром. Так что очень доволен, что здесь открылся. Не надо будет никуда ехать, и рядом все будет очень удобно. Прямо под домом. Позаботились о комфорте посетителей. Есть кулер с водой. Предусмотрели и оборудование для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть детская зона с раскрасками, карандашами и телевизором. Новое отделение на Бориса Михайлова 6 работает ежедневно, кроме воскресенья. В понедельник с 11 до 20, со вторника по субботу с 9 до 18. В связи с расширением в МФЦ планируют принять на работу еще 40 сотрудников. Своё резюме можно оставить в отделе кадров на вокзальной 10. Наталья Мешкова, Елена Корнаухова, Делевер Меджитов. Информационный канал Севастополя. В День города провели множество торжественных событий. Одно из них – создание открытки на 235-летие Севастополя. Почта России выпускает атрибутику, которую затем гасят специальным штемпелем. Живет он только один день. Выездная церемония гашения состоялась с участием губернатора Дмитрия Овсянникова. На мероприятии побывала и наш корреспондент Юлия Ефремова. Виктор Канищев почтовую атрибутику собирает с детства. Количество предметов перевалило за тысячу. Но все, что связано с Севастополем, занимает отдельное место в коллекции. Здесь целая история. Это 200 лет Севастополя, Советский Союз. Вот это еще при Украине. 230 лет нет. Теперь коллекция пополнится еще одной открыткой в честь 235-летия со дня рождения Севастополя. Такую же подарили и губернатору города. Он почтовую карточку погасил собственноручно. В детстве Дмитрий Овсянников тоже коллекционировал марки. И даже если сегодня альбома уже не найти, открытку обещает сберечь. Очень красивая открытка с нашими видами. И я уверен, что она будет пользоваться успехом. Такой подарок Почта России преподнесла городу Севастополю. Очень знаково. По такому случаю церемонию провели на берегу моря. Выездными такие мероприятия бывают редко. Эту видовую площадку для торжественной выездной церемонии гашения выбрали не случайно, потому что на новой открытке изображена именно эта панорама Севастопольской бухты. Только здесь еще нет мола и над водой летят гидропланы. Все, как на картине известного художника Александра Дейнеки. Именно это полотно легло в основу дизайна новой открытки. У тех, кто стал участниками мероприятия, была возможность приобрести, погасить и отправить особую карточку родным и друзьям прямо с Приморского бульвара. А на память о юбилее города почтовые открытки взяли себе Юлия Ефремова и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. К юбилею нашего города подготовили еще один подарок – новую музыкальную школу на генерала Коломийца. Уже 1 сентября сюда на занятия придут дети. А вчера объект принимала комиссия. Для родителей, детей и педагогов провели экскурсию по новому зданию. Своими впечатлениями севастопольцы поделились с губернатором города. Дмитрий Овсянников приехал проверить качество выполненных работ. Елена Карнаухова подробнее. Белый фасад, скамейки и цветы. У главного входа скрипичный ключ. Подходя к зданию, понимаешь, здесь будет жить музыка. И трудно поверить, что еще год назад здесь был недострой. В 2013-м на этом месте строили многоэтажный дом. Однако родители учеников 22-й школы, которые находятся по соседству, выступили против этой идеи. Вопрос решали долго. Решением стало строительство музыкальной школы на 505 мест за собственные средства строительной компании с последующей передачей объекта городу. Во-первых, выполнено слово. Вот это понравилось, что Евгений Константинович к дню города объект фактически завершил. Сейчас будет стадия в течение месяца приемки объекта, выдачи разрешения на ввод. И к 1 сентября школа будет открыта, оснащенная оборудованием, мебелью. Объект возвели в рекордные сроки. Его общая площадь почти в пять раз больше помещения на Нахимово – 3,5 тысячи квадратных метров. И уже в ближайшее время сюда на занятия придут ученики и преподаватели первой музыкальной школы. Школа впечатлила. Конечно, по сравнению, ну, она светлая, она вот такая, как должна быть школа. Классы большие, просторные, света много. То есть детям, ну, это нужно, это важно. Ну вот, сцена не сравнить, потому что она моя лично и поет хорошо. То есть тут и хор поместится, потому что на той сцене просто было мало места. При строительстве музыкальной школы по улице Генерала Коломица применяли современные технологии. Оно первое в Севастополе, полностью оснащенное средствами для маломобильных групп населения. Оборудовано специальными подъемниками и лифтами на каждый этаж. Особое внимание уделили пожарной безопасности. В здании семь эвакуационных выходов. В каждом кабинете дымовые датчики и система пожарной сигнализации с голосовым сопровождением эвакуации. Ее в действии продемонстрировали губернатору Дмитрию Овсяникову. Вниматель, пожарная тревога. Первый подъемник занято, пользуясь в основном, когда и для выхода и главный эвакуации. Оснащена музыкальная школа и система видеонаблюдения. Установлены 42 камеры. На входе – рамка металлоискателя. В школе два концертных зала. Малый вместимостью около 100 человек и большой. Он рассчитан почти на 200 мест. Музыкальные инструменты и мебель приобрел застройщик. Их уже частично завезли. Приедут все музыкальные инструменты. Приедет наш новый рояль, который мы получили из фонда президента на музыкальные инструменты. Стоят здесь уже 10 пианино-кава. Это подарок. Ну, не говоря, потрясающей мебели. И многом-многом другом. Нам очень повезло, мне так кажется. Классы очень хорошие, светлые, большие. Сцена прекрасная. Просто так и хочется уже что-то здесь сыграть. Не забыли и о прилегающей территории. Здесь высадили деревья, цветы и кустарники. Вымастили тротуары. Организовали парковку вместимостью около сотни машин. За лето переезд планируют завершить полностью. И уже с 1 сентября дети будут заниматься в новой школе. О кульминации Дня города стал праздничный концерт. На сцене на площади Нахимова выступили звезды российской эстрады. Это исполнители Доминик Джокер, Ольга Кормухина, Диана Гурцкая, группы дискотека «Авария» и «Любе» и другие артисты. В центре Севастополя собрались тысячи жителей и гостей города. О том, как прошел праздник в сюжете Катарины Вербицкой. Концертная программа «Москва-Севастополю» – такой подарок сделало правительство столицы городу. Праздник начался в 7 вечера, но люди на площади Нахимова стали собираться задолго до начала концерта. Я в восторге от наших представлений, которые нам показывают. Праздник замечательный, настроение прекрасное, город волшебный. Поздравляю всех гостей города, жителей города с этим праздником. Всем мира, добра, благополучия. Настроение отличного, радости в душе. Очень хороший, красивый праздник. Спасибо большое за такую организацию масштабную. Ведущими концерта стали Марк Тишман и Алина Арц. А первым поздравить город с юбилеем на сцену вышел Доминик Джокер. Он признался, что для него Севастополь – город особенный. Здесь живет его бабушка. Я решил бабушке сделать сюрприз, не сказать, что я приезжаю. Бабушке соседка сказала, что внук работает сегодня на центральной площади, а ей не позвонил. Она все, в слезы там. Я звоню, говорю, бабуль, все хорошо, все ровно. Для меня это родной город. Я здесь был каждое лето. Я не знаю, я здесь знаю все. Постоянный гость полуострова и ведущий концерта Марк Тишман нам рассказал, что Севастополь для него – как родная гавань. Город прекрасный. Я обожаю сюда приезжать. Что мне может не нравиться здесь? Мне все очень нравится. Тем более, что я тоже родился на море, на другом море, на Каспийском. Поэтому я здесь себя чувствую абсолютно как дома. Но подарки были не только на площади Нахимова. Победа сборной России в первой игре мундиаля со счетом 5-0 порадовала всех, кто был на концерте. За кулисами радостную новость наша съемочная группа узнала от дискотеки «Авария». Поздравляем вас с праздником. Ну и, конечно, сегодня Россия выиграла 5-0 в открытии чемпионата мира по футболу. Как тут об этом не сказать? Это произошло в день рождения города Севастополь. Мне кажется, это знак. Подарок подготовили и танцевальные коллективы города. В зажигательном флэш-мобе вместе с дискотекой «Авария» участвовали 200 человек. Поздравил севастопольцев с 235-летием и губернатор города Дмитрий Овсянников. Уважаемые севастопольцы, дорогие гости, я поздравляю всех с днем рождения нашего любимого города-героя Севастополя! А после теплых слов наградил победителей регионального конкурса «Севастопольские мастера-2018». За победу в конкурсе «Севастопольские мастера-2018» награждаются лучший обрезчик виноградной лозы Лариса Николаевна Лебедь! Ждали гости и выступления группы «Любе» и подпевали почти всей площадью. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштаб, верит и ждет земля родных своих ребят. Завершился концерт праздничным салютом из десятков залпов. А на праздники побывали Катарина Вербицкая, Андрей Тымчук и коллектив информационного канала «Севастополя». А сегодня еще один праздник в Севастополе – день открытия памятника Екатерине II. К десятилетию этого события провели торжественные мероприятия. В праздничном собрании в Екатеринском сквере принял участие заместитель губернатора Юрий Кривов. А в Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого стартовало тематическое заседание «Круглого стола». Его посетил начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий. Напомним, памятник Екатерине II установили в сквере по улице Ленина 15 июня 2008 года. Авторы монумента – скульптор Станислав Чиш и архитектор Георгий Григориянц. Именно Екатерина II в 1784 году велела Григорию Потемкину устроить на месте поселения Ахтиар большую крепость Севастополь. Императрица также издала манифест о присоединении Крыма к России. Документ стал закономерным итогом вековой борьбы страны за возвращение исконно русских земель и надежных выходов к Черному морю. Традиционный слет делегаций городов-героев принимает Севастополь. Участниками мероприятия стали представители нашего региона, а также Новороссийска, Москвы, Тулы, Смоленска, Керчи, Мурманска и Санкт-Петербурга. Основные цели собрания – укрепление сотрудничества, обмен опытом между городами-героями, а также Организация патриотического воспитания молодежи. На слете обсудили издание тематических энциклопедий и справочника. Книги расскажут читателям о детях-героях Великой Отечественной войны, а также о городах воинской славы и трудовой доблести. Напомним, первый подобный форум провели в Севастополе 8 мая 1993 года. За эти 25 лет в каждом городе это настоящее событие, политическое событие, когда проходит взлет. Потому что участвуют в этом не только делегаты за городом-героем, участвуют населения и жители всего города. И на будущее, чтобы эта форма работы активнейшим образом использовалась в нашей деятельности и в следующей роли. А теперь о масштабном спортивном событии. Сборная России в первом матче открытия Чемпионата мира по футболу разгромила своих соперников из Саудовской Аравии. Начало голам сборной России положил полузащитник Краснодара Юрий Газинский. Еще до перерыва отличился Денис Черышев. Во втором тайме едва вышедший на замену Артем Дзюба довел счет до крупного. А уже в компенсированное время дублем отметился Черышев. А Александр Головин красивым ударом со штрафного установил итоговый счет. А прямо сейчас наши соперники по групповому этапу Уругвай и Египет выясняют отношения в очном поединке. От результата этого матча зависит положение нашей сборной после первого тура. Подробности в следующих выпусках. А чтобы добраться к месту проведения матча Чемпионата мира по футболу, болельщики выбирают самолет, поезд или автомобиль. А некоторые даже трактор. Именно такой способ передвижения выбрал 70-летний Губерт Вирт из Германии. Вместе со своей таксой поклонник футбола прибыл в Москву. На тракторе 1936 года выпуска мужчина преодолел более 2500 километров. Расстояние для истинных фанатов спорта не помеха. И о погоде. Главное управление МЧС Крыма сообщило о приближении шторма. Местами ожидаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град. Непогода продлится до 17 июня. А в Севастополе пока переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха до плюс 30. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура морской воды у берегов Севастополя от плюс 21 до плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Телефон редакции 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова